Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня авторская программа «Наш дом» в спортивном клубе «Шиндокан Канада» у его главного тренера и организатора Альберта Лившица. Альберт, каждое дело требует своей терминологии. Насколько я понимаю, каратэ – это японская терминология. Что нужно знать молодым студентам ваших? Приходя в клуб и начиная заниматься каратэ, им абсолютно ничего не надо знать, потому что терминология, она повторяется. Все терминологии мы пользуемся только на японском языке. Буквально через месяц-два все студенты уже свободно понимают терминологию, на которой мы общаемся. Ну а потом начинают учить очевидный японский язык. Вы знаете, нет, несмотря на то, что я в этом почти 28 лет, мои знания японского ограничиваются терминологией в каратэ. Скажите, пожалуйста, я понимаю так, что вы действительно большой мастер в этом виде борьбы, и видов у нее существует очень много. Ваш вид борьбы – это сетокан. В каком возрасте вы начали этим заниматься? В 13 лет я начал с кикбоксинга. Прозанимался около года кикбоксингом. В 14 лет начал заниматься сетоканом, где до сих пор и остался. Хотя, в принципе, пошел я заниматься, как бы у меня не было никаких великих целей, кроме как просто научиться за себя постоять и самообороне. Когда лучше начинать? Детишки приходят, могут прийти, может быть, в 3 года, а может быть, в 15 лет. Есть ли какие-то ограничения по возрасту? Я не могу говорить за всех, я могу говорить про наш клуб. Мы принимаем детей с 4,5-5 лет, самый оптимальный, нормальный, минимальный возраст, с которого дети уже понимают и могут, как бы, заниматься восточными единоборствами. А им это интересно? Мне кажется, раз они ходят, ходят с удовольствием, продвигаются по поясам, я думаю, да, им это интересно и нравится. Когда только зарождался вид боевого искусства, который позже получил название карате, еще и речи не было разделения его на какие-то стили. Но время шло, появлялись новые мастера, новые взгляды, новая информация, и сейчас существует уже не один десяток различных школ и стилей карате. Многое в них сходно, но существуют и значительные различия в технике, методиках обучения, целях и задачах, которые ставят перед собой основатели новых направлений. Главный тренер клуба, обладатель черного пояса пятого дана, Альберт Лившиц, сам обучался этому искусству в Израиле, является золотым медалистом в чемпионатах Израиля и Европы по карате. Еще в клубе интереснейшая вещь происходит, я думаю, что, может быть, это здесь в Канаде не очень известно, это контактный бой израильский, который называется на иврите Кравмага. В принципе, Кравмага – это была довольно закрытая система, которую преподавали только спецвойска израильские, относительно недавно она вышла в массы. Это бой в реальном времени, который реально, как бы в случае, не дай бог, опасности, может реально спасти жизнь. Мы учим как оборону против рук, так же против разного вида оружия, такие как палка, нож, пистолет и так далее. Альберт, расскажите, пожалуйста, про философию карате. Философия карате, в принципе, это самозащита и личный рост. Но уж если нужно защищаться, в нашем клубе чтут главный принцип шутыкан карате. Бой должен заканчиваться одним ударом. Карате развивает в человеке не только умение постоять за себя, но также и силу духа, учит уважать соперника и достойно справляться с поражениями и победами. Эти навыки необходимы каждому в повседневной жизни. Расскажите, пожалуйста, о вашем клубе и о его особенностях. В нашем клубе мы придаем особое значение семейной доверительной обстановке. Ведь только тогда ребенок может раскрыться на все сто. У нас маленькие группы, чтобы можно было уделить достаточно внимания каждому. Дети любят приходить сюда, делиться своими переживаниями и знают, что всегда встретят поддержку и понимание. Мы прививаем детям пунктуальность, дисциплину и уважение как старшим, так и сверстников. Учим детей не применять свои навыки без надобности, а исключительно в ценах самозащиты. С этим у нас строго. Своим ученикам я стараюсь проявить такие важные качества, как уверенность в своих силах, чтобы как можно быстрее наступил момент, когда они смогут сказать сами себе «Да, я могу». В процессе тренировок мои ученики не только учатся контролировать свои тела, но также учатся контролировать свои мысли. Ну и наконец расскажите, пожалуйста, о достижениях ваших учеников. Наш клуб был основан всего два года назад и уже за такой короткий срок в нашем клубе выросли несколько чемпионов Антарио. Вот некоторые из них. Адриан, ему всего 7 лет. Он пришел к нам полтора года назад и уже пятикратный золотой медалист как ката, так и в спаррингах. Аня, 15 лет. Начала тренироваться два года назад и сегодня является четырехкратной чемпионкой Антарио. Ника, 14. Занимается у нас меньше года и на своих первых соревнованиях получила уже бронзовую медаль по спаррингам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова